Супротек. Генеральный партнер народного автомобильного журнала. Старик Генри Форд был консервативен и традиционно выпускал конструктивно устаревшие автомобили. Но в 1932 году он поразил весь мир, представив этот самый Форд V8 Deluxe. Наша машина изготовлена в 1938 году. Внешность самая обычная для того времени. Отделённые от кузова крылья с подножками между ними. Плоские стёкла, ветровой из двух половинок. Штампованные колёсные диски. На ранних Фордах были спецованные. Каплевидные фары, утопленные в крылья. Крохотные задние фонарики, округлая форма кузова, очень частая решётка радиатора. Механика тоже достаточно архаична и конструктивно напоминает древний Форд Т. В основе рама. К ней посредством поперечных рессор прикреплены оба моста. От продольного перемещения их удерживают реактивные тяги. Кроме того, толкающие усилия от заднего моста передаются на раму трубой, в которую заключён кардан. Это последний американский автомобиль с механическими тормозами. Усилие на колодке передаётся тросиками. Так в чём же революционность этого анахронизма? Редкий покупатель заостряет внимание на подвеске, зато всех интересует двигатель. Здесь под капотом V8. Сегодня этим никого не удивишь, а в начале 30-х такими моторами комплектовали только самые дорогие Cadillac и Buick. Его объём 3622 кубических сантиметра. Мощность 65 лошадиных сил. В салоне всё просто и натурально. Спицы руля проволочные, прибора всего два. Круглый спидометр с общим и дневным одометром. И комбинация со шкалой того же диаметра. Стекло можно откинуть вперёд, своеобразный кондиционер. Длинный рычаг трёхступенчатой коробки передач загнут вперёд. Запускаю двигатель, он очень тихий. Прекрасно тянет с самых низов. Не очень оборотистый. Его максимум 3500-4000 оборотов. Коробка передач уже с синхронизаторами. Не ожидал. Тормоза непривычны по ощущениям, но достаточно эффективны. На удивление, динамичный автомобиль. Даже по современным меркам. Ford Deluxe выпускались в Детройте до конца 1940 года. Дочерние фирмы в Риге, Латвия и Кёльне, Германия изготавливали их до 1940 и 1942 годов соответственно. Объёмы производства около миллиона автомобилей в год. Стоимость этого экземпляра была 788 долларов. Конкуренты не ожидали новаторства от Генри Форда и не успели подготовить достойный ответ. Впоследствии именно V-образные восьмёрки стали легендарными моторами американского автопрома.